Данки Конго 2 Сегодня мы продолжаем рассказ о супер популярной игре Страна Данки Конго 2 Приключения Диди Конго Впервые на 16-битной приставке все персонажи, объекты и фоны стали трехмерными Не мудрено, 170 человек генно и ношно трудились на мощнейших компьютерах Silicon Graphics, создавая это приключение Такие же компьютеры использовались для создания знаменитых фильмов Терминатор 2 и Парк Юрского периода Таким образом, разработчики выжили максимум из Супер Нинтендо, еще раз доказав, что это лучшая 16-битная приставка Если в предыдущей игре уровни подводного мира были достаточно легкими, то здесь они гораздо сложнее В затопленном трюме пиратского корабля вас поджидают не только кремлинги, но и электрические скаты и кровожадные рыбы-пираньи Банановые монеты являются законным платежным средством на Крокодильем острове И остальные члены семьи Конго с удовольствием протянут вам руку помощи в обмен на некоторое количество этих монет Вы сможете посетить премиальные стадии, которые есть на каждом уровне Для того, чтобы получить советы, записаться, выиграть дополнительные жизни А также сможете отправиться на самолете на предыдущую стадию Но не слишком увлекайтесь в погоне за монетами И то вам постоянно придется спасать своего друга из заточения в бочке Буквы Кон Если вы найдете все четыре буквы на одной стадии, то получите в награду дополнительную жизнь И не забывайте остерегаться встречи с морскими звездами Если вам вдруг покажется, что уровни в этой игре длиннее и сложнее, чем в предыдущей, то вы не ошиблись Это действительно так Диди и его подружка Дикси встречают сюрпризы на каждом шагу Схватив один из ярких шаров, вы получаете дополнительную жизнь За красный шар дается одна дополнительная жизнь Крен Киконг не собирается устраивать молокососам легкую жизнь Но если у нашей парочки есть лишняя наличность, то он может предоставить очень полезную информацию Враги, которые преграждают выход из каждого уровня, сильнее, злее и быстрее предыдущих Поэтому встреча с боссом не обещает быть легкой Нашим обезьянам придется немало потрудиться для того, чтобы успевать уворачиваться от огромных яиц Здесь нужно следовать мудрому правилу Бить врага, его же оружие Если вам удастся проявить ловкость и сообразительность, то шансы на удачу резко возрастут И еще несколько ценных советов Пушки используются для попадания на премиальные стадии Но чтобы пушка сработала, в нее надо сначала зарядить ядро, которое где-нибудь спрятано Монеты кремлингов крайне ценны Вы получаете их за победу над опасными врагами И за прохождение некоторых премиальных стадий Чтобы пересечь мост клуба, надо заплатить 15 монет кремлингов И платить приходится за посещение каждого уголка затерянного мира И будьте уверены, что после прохождения многих уровней у вас будут болеть пальцы Сегодня мы познакомим вас с игрой Metal Gear Железное шасси Металлическими шасси в этой игрушке считают твои ноги Всю игру ты бродишь под джунглем и вражеским укрепленным пунктом Тогда в путь В путь В игре шесть уровней Но для того, чтобы успешно их пройти Необходимо внимательно читать задания Которые пишутся на главной панели твоего радиопередатчика Вот в такую группу играешь, как в армию послужил Вот видишь, десант сбрасывал Ты в армии служил? Нет, еще Ничего Я тебе сейчас покажу Дедовщина сейчас будет у нас Сейчас у меня будешь пол мыть зубной щеткой Потом будешь снег ровнять по нитке Потом я тебя заставлю красить траву За пять секунд поймать муку и снимать Сеня, твои слова звучат устрашающе Но когда ты окажешься один в джунгле Они покажутся детской сказкой Ведь в начале игры в твоем арсенале лишь пачка сигарет и пару кулаков Но не спеши отчаиваться В диком лесу ты можешь найти массу нужных предметов Например, бинокль, с помощью которого ты сможешь заглядывать на соседние экраны Эта игра не для слабых Надо качать мышцы Надо бегать по утрам, обливаться холодной водой И не надо забывать заглядывать во все грузовики Встречающиеся на твоем пути В них много ценного Старайся нападать первым и следи за уровнем жизни В начале игры он настолько мал, что даже собаки смогут загрызть тебя в одну секунду Звуковые эффекты и музыка выполнены на очень высоком уровне А система паролей позволяет сохранить игру Сеня, теперь мы стали настоящими зелеными беретами Нет, Андрюша Мы стали десантниками из Рязанского воздушно-десантного полка Вы слышали выражение «Человек человеку рыба»? Нет? Тогда поиграем в водный мир Фирма Ocean всегда делает хорошие и добротные игры Из наиболее удачных можно вспомнить приключения Бельчонка Мистера Натсо Степная игру про голубого шарика Отряд Патти И, конечно, адаптация трехмерного боевика Doom для Супер Нинтендо Водный мир можно смело отнести к их числу На геймбой подобного еще не было, смотрите сами Игра начинается в подводном царстве Наш герой плывет, рассекая толще воды Плывет спасать свою возлюбленную Энолу На пути попадается мелкая рыбешка, акулы, угри и мины курильщиков Все это крайне вредно для здоровья Столкнешься с ними несколько раз, всплывешь кверху попой Игра ведется на время Кто не успел, тот опоздал А ведь надо успеть исследовать уровень целиком Расслабляться некогда На морском дне можно найти кучу полезных вещей Например, патроны Они обычно быстро заканчиваются И поэтому такая находка очень полезна Не стоит сильно рисковать из-за морских звезд Ведь только за сто собранных звезд получаешь дополнительную жизнь Сердце повышает жизненную энергию Максимальный запас 6 сердец Если ты случайно обнаружил будильник, считай, что тебе повезло Ты получаешь дополнительное время для прохождения уровня Водные глубины впечатляют своей реальностью То и дело проплываешь мимо корабельных якорей Затонувших машин, фонарных столбов и даже небоскребов Звуковое сопровождение игры Также является одним из лучших, созданных для геймбой А теперь самое главное Ни паролей, ни сохранений в этой игре нет Вас ждут подводные баталии Поединки на суше и настоящий морской бой на Тримаранов Сеня, ты, кажется, увлекся Пора всплывать Очки запотели Добро пожаловать на остров Йоши Симпатичные динозавры готовы помочь Марио Бигет Сегодня мы подробнее расскажем вам о технических новинках Использованных при создании этой игрушки На этом с виду мирном острове наших героев поджидает немало опасностей То и дело встречаются препятствия и различные загадки Нельзя терять внимание ни на минуту Ведь если кто-то из врагов коснется Йоши То Марио начинает оглушительно плакать и улетать ввысь в пузыре воздуха Для его спасения есть только 10 секунд Не успеешь, потеряешь жизнь В каждой из зон острова надо пройти 8-10 этапов А количество этапов зависит от набранных очков Так что не ленитесь собирать монеты, звездочки и ромашки Йоши расправляются с рогами по-разному Например, захватывает встречного языком и глотает Или стреляет нападающего яйцами Что очень удобно делать с большой дистанцией Начав играть, не можешь оторваться, пока не пройдешь последний уровень Ну и после этого еще долгое время можно возвращаться на пройденные этапы Находить новые секреты Добирать необходимое количество очков для того, чтобы попасть на дополнительные уровни Нинтендо опять показала чудеса графики Прямо на твоих глазах Йоши может превратиться в вертолет Стоит коснуться специального висящего в воздухе шарика Йоши становится маленьким вертолетиком И может полетать, собирая различные бонусы Таким же образом можно поработать кротом, автомобилем, паровозом и даже под лодкой Это стало возможно благодаря встроенному в картридж микрочипу А на пути буквально на каждом шагу подстерегают враги А в конце уровня может вырасти огромный босс На острове Йоши найдете множество скрытых игр Собирайте по пути ромашки Тогда в конце уровня сможете поучаствовать в различных лотереях Ну, еле добрались до конца уровня Дерзайте, друзья мои, и да помогут вам динозавры Каждый раз, когда я приезжаю в Москву Первым делом по магазинам Магазины Дэнди Красная Пресня 34 Петровка 12 И переход в метро Театральная Вум Вы мечтали когда-нибудь стать капитаном космического корабля? Если да, тогда картридж Стартрек для вас Стартрек Звездный путь Один из самых популярных телесериалов в истории Первые его серии появились еще в 70-х годах С тех пор он неуклонно лидирует не только в Америке, но и в Европе Слова Стартрек The Next Generation уже давно воспринимаются всеми как имя команды отважных звездных путешественников А теперь подробнее о самой игре Главные герои Стартрек это команда огромного научно-исследовательского военно-патрульного космического корабля USS Enterprise Его основная задача исследование новых миров и научная деятельность Однако на практике для выполнения этих научных целей корабль оснащен огромным количеством пушек В звездных мирах далеко не все спокойно Там есть немало агрессоров, да и вообще противников мира Вот почему смелой команде периодически приходится пользоваться этим оружием Но для успешного полета нужно уметь не только стрелять, но также отлично разбираться во всей информации, хранящейся во множестве компьютеров на борту корабля Именно это, а не что другое, залог вашего успеха Итак, научная миссия на одной из планет атакована вражеским кораблем Сигнал SOS, посланный на всех частотах, принимает Enterprise и тут же отправляется на помощь Однако нападение на научную экспедицию лишь маленькое звено событий Игра имеет традиционно запутанный сюжет Вам предстоит выяснить, что именно ищут всевозможные враги И почему такое большое количество их кораблей оказывается в космическом пространстве Федерации Но все это впереди И да пребудет с вами удача Семь парсеков под килем I love you and it feels so good Мы снова одели боевую форму и готовы продолжить рассказ об игре киллер инстинкт Инстинкт убийцы Сейчас я снова буду играть своим любимым скелетом спайнелом Не торопись, Сеня, познакомься с динозавром Риптера Он получен в результате экспериментов в области генной инженерии Ультратех породил очередного монстра Он обладает умом человека и яростью хищника Возраст Риптера 9 лет Рост 210 сантиметров, а вес около 317 килограмм И хотя он гораздо моложе спайнела, его шансы на победу достаточно велики Спайнела держим лишь одной мыслью, убивать И это неудивительно, ведь он древний воин, забывший о своей прошлой жизни Секретное подразделение корпорации использовало целый комплекс специальных технологий Позволяющих оживлять древних воинов Возраст спайнела 2650 лет Рост 170 сантиметров, а вес 49 килограмм Никто не спасет тебя от моего смертельного фаталити Ну что, не зря я тренировался Да, ты стал серьезным видеобойцом Ты знаешь, я тебе поддамся Я буду играть за Биорхит Я буду женщина-пантера Секретная агенша Посланная для выяснения обстоятельств исчезновений шоу-киллер-инстинкта Я буду чекистка Тогда я буду играть Синдером Синдер – преступник, который согласился участвовать в тестировании химического оружия, разработанного ультратеха Только победа гарантирует освобождение Синдера Необходимо сказать и об удивительной комбо-теории, разработанной специально для киллер-инстинкта Она заключается в том, что врага можно атаковать не отдельными ударами или спецдвижениями, а серийными связками Комбо-серия может быть от трех до шестидесяти четырех ударов От такой атаки не спасать ни один блок Я возьму огненного Синдера Семен, это не по правилам Ты набрал секретный код, и мне придет сражаться с самим Идолом А ты как дома? Идол – козырная карта ультратеха Ученые вытащили его из царства Лимбо для сражения с финалистом турнира «Киллер-инстинкта» Они не догадывались, какую силу пропускают, когда освободили Идола из магического плена Яго – тоже мистический воин Его судьбу охраняет дух тигра, который одновременно является основой его боевой мощи Возраст Яго – 21 год, рост – 174 сантиметра Вес – около 86 килограмм Если вы хотите помочь Яго уничтожить зло, захватившее власть на земле То картридж «Киллер-инстинкт» вы найдете в фирменных магазинах «Дэнди» Однако двухголовый монстр с дубиной мне не помог Согласен на боевую ничью Цифровой звук, трехмерная графика, 30 тысяч цветов Настоящая революция видеоигр Супер-Нинтендо – это больше, чем игра Уже сегодня в магазинах «Дэнди» по всей стране Совершенная игровая система Супер-Нинтендо Журнал «Дэнди. Новая реальность» – путеводитель по играм Это как энциклопедия, где нужен каждый том Ты же не знаешь, какой картридж купишь завтра Три тома у меня уже есть До встречи в следующую субботу Ровно в 20.45 мы ждем всех фанатов видеоигр Редактор субботу Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова